Свадьба это всегда праздник, а прожить в мире и согласие 65 лет это настоящее чудо. Здравствуйте, уважаемые гости. Хорошее это слово. Здравствуйте. Ведь у нас вначале живите все веселыми, здоровыми, счастливыми. И сегодня, говоря вам здравствуйте, я хочу пожелать не только здоровья и счастья, но и поздравить с большим и радостным событием. Сегодня празднуют 65-летие совместной жизни супруги Вдоменко. В вашей жизни светлое начало было недавно и давно, пройдено вдвоем уже немало и еще немало судьбой. Пополам и радость, и невзгоды, праздники и груст с обычных дней. А любовь не остудили годы, и она чем старше, тем сильнее. 27 января Четовдовенко отметила свою железную свадьбу. Казалось бы, совсем недавно они переступили через порог семейной жизни, но вот сейчас у них уже совсем взрослые дети, внуки и даже правнуки. Познакомиться лично с юбилярами решила и наша съемочная группа, отправившись к ним в гости. Ругаться никогда не ругали все. А тем более молодые, когда были, у нас была слаженность такая. Полевые цветы привозил. В утро встану на работу и все в бучке цветы. Ночью приедет и поставит во дворе, зайдет в огород и ушел. С работы приносил, у него там цветы, цветы, он мне все время цветы приносил. Как зацветут, так несет, букетиком идет. У нас есть свои традиции. Мы очень любим собираться все вместе. Я со своими детьми, моя сестра со своим сыном, невесткой и внуком. И очень любим соблюдать семейные праздники, праздновать семейные праздники. И когда мы готовимся к этим праздникам, это не просто бывают застолья, это бывают воспоминания, счастливые воспоминания. Это бывают просмотры фотографий. А вот это уже, видите, семья разрастается. И все обязательно, бабушка, дедушка, внуки, мама, папа, дочери. Это мой муж, это мой сын, это мама с папой, это моя дочь и Вася племянник. Это моя сестра Таня, а это я. Редактор субтитров А.Семкин